Привет, народ! С вами сегодня снова я, Евгений Пугач, и сегодня мы будем с вами говорить о бариатрии. Для начала, те, кто меня не знает, я хотел бы рассказать очень краткую историю, кто я, что я, и как я смог похудеть на 90 килограмм, в течение примерно года и пару месяцев. Для начала объясню, кто я и что я. Я живу в Израиле, репатриировался в Израиле, все было хорошо, пошел в армию, как все, и набирал вес. Я всегда с детства, у меня были проблемы с лишним весом, я всегда был толстый мальчик, а иногда даже очень толстый. Дошел до момента того, что мой вес стал потихоньку-потихоньку подниматься. Знаете, это как вот пояс, который груженный, скажем, углем или песком, и ты хочешь его остановить. Очень трудно его остановить сразу, моментально, невозможно. Пока ты нажмешь на тормоз, пока он начнет тормозить, пока он остановится, это длительный процесс. И у меня произошло примерно то же самое. Я хотел остановиться, а вес только шел вверх, 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 вверх и вверх. И в конце концов я понял, что я дошел до, блин, 180 нафиг килограмм, 180 килограмм. Перепробовал разные диеты, которые, естественно, поначалу работали, но как только я эти диеты, я переставал ими пользоваться, вес обратно шел наверх. И набирал я даже больше, чем было до этого, и это просто жесть, это просто кошмар. Теперь человек, который дошел до такого большого веса, с моей точки зрения, он пищевой наркоман. Это зависимость. Вес, еда, это зависимость. Понимаете, проблема в том, что наркомания, как-никак мы можем ее, грубо говоря, исключить. И с помощью каких-то препаратов, психологии и прочее, мы можем что-то с этим как бы сделать, гипотетически. Если, скажем, извиняюсь, возьмем человек, который подсел на травку, да, это бывает, это нормально, это жизнь. То можно его потихонечку, чтобы он перестал курить. Это нормально, как бы это уже вообще принято. Если человек сидит на более тяжелых веществах, тоже можно что-то с этим сделать. Не всегда, но можно. Но вес, у нас проблема в том, что мы должны постоянно есть, чтобы жить. И вот это вот основная проблема. Когда мы кушаем, мы начинаем кушать, мы начинаем ужираться, а остановиться мы уже не можем. И вот я конкретно такого, вот я перед вами пример человека, который раскабанел до 180 килограмм. Теперь я пытался разные способы, разные методики. И примерно лет так 15 тому назад я услышал, что есть бариатрические операции. Я стал потихонечку-потихонечку слушать, смотреть, узнавать, что же есть, какие операции есть. И на тот момент, когда я все же решился пройти бариатрическую операцию, я подумал, что это волшебная палочка, которая мне поможет решить все мои проблемы. С одной стороны, я был прав, с другой стороны, я был абсолютно неправ. И я постараюсь вам рассказать, может быть, не в этом видео, но в остальных видео тоже точно буду про это рассказывать, потому что это надо понимать, перед тем, как ты делаешь бариатрическую операцию. Значит, врач мне предложил в свое время, говорит, смотри, я делаю любые операции. Естественно, бандажирование кольцо отпадает сразу, потому что статистика по нему очень плохая. И нет большого количества, нет большого процента успешных, не в плане операции, а операции успешные 99%. Вопрос в том, что похудеешь ли ты или нет. И на тот момент операция шунтирования уже была. Но я тогда прикинула, о, это надо витамины пить пожизненно, не хочу. Я сделаю операцию слив, шунтирование желудка, фу, не шунтирование, извиняюсь, извиняюсь, резекцию желудка. Думаю, ну классно, сделаю операцию, буду красавчик. Ну, я пошел, прошел все медицинские комиссии, и тут мне делают эту операцию, наконец-то. Да, просыпаюсь туда-сюда, все хорошо, потихонечку пью, потихонечку, как все мы начинаем кушать. И тут я за первые где-то месяца 3, на килограмм 30 я скинул сразу. Вау, круто, круто. И потихонечку, потихонечку я стал кушать больше. Понимаете, операция вот такая вот, это, грубо говоря, я просто даю пример. Если человек, не дай бог, прошел какую-то серьезную аварию, при которой пострадал или головной мозг, или позвоночник, и человек должен учиться ходить с нуля, вот это примерно то же самое операция. Вам дается второй шанс, реально, дается второй шанс учить себя, как правильно питаться. Ведь если мы посмотрим на еду, вообще такая, какая она есть, нам не надо много кушать, чтобы жить. Мы не должны жить, чтобы кушать, мы должны кушать, чтобы жить, и это надо понять. И многие про это пытаются, говорят, но, говорите, значит, нас не слышат, понимаете, меньшинство нас слышат. Мы не должны жрать. Когда я начал потихонечку-потихонечку питаться, я понял, что, блин, а я как бы кушаю, там, скажем, примерно 50 грамм еды, ну, до 100 грамм еды, это в начале, я сейчас говорю, по начальному этапу. И я не умираю. Да, в первые пару недель организм привыкает, слабость, но можно понять, наркоз и прочее. Можно это списать на многое. Тут ты понимаешь, что тебе не так уж, в принципе, и плохо. И тебе нормально, через месяц, два, три, ты чувствуешь, как будто бы вообще классно. И не надо много жрать. И вот это основная ошибка. Понимаете, бариатрик, в принципе, да и вообще любой человек, если бариатрики это могут, то и любые тоже могут, то, как бы, чтобы жить, нам достаточно кушать примерно, если мы возьмем количество, вот я спрашиваю, Женя, какое правильное количество еды, по твоему мнению. По моему мнению, количество еды очень простое. Вы берете одноразовый стаканчик. Сейчас неважно, любой, какой для теплой еды, для холодной, я не говорю, здоровый стакан, средний, который на 200 примерно миллилитров, примерно. Вот это вот ваша пайка по максимуму. Вы сейчас скажете, но как же супчик, а как же хренупчик? Никаких супчиков. Вот если даже хотите супчик, ваша трапеза должна быть размером с этот стаканчик. Не больше, не больше. И никаких перекусов, перекусов никаких. Перекусы не должны быть. Теперь я стал питаться, как бариатрики, и что я вам скажу, я за примерно год и два месяца примерно скинул вот эти 90 килограмм. Мой вес минимальный, до которого я дошел, составлял 92 или 91 килограмм. Успех? Да, успех. Но, 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 потихоньку, когда ты уже понимаешь, что как бы все хорошо, все позади тебя, ты начинаешь кушать чуть больше, количество еды твой увеличивается. Почему? Увеличивается желудок. Он растягивается, немножко он растягивается, да. Всегда, как правило, если мы берем статистику, то, что я в Израиле особенно видел, все бариатрики, большинство бариатриков, извиняюсь, те, кто дошли до минимального веса, вот вы берете ваш вес максимальный и минимальный, до которого вы дошли, и примерно до 30 процентов вы вернете его обратно. Не весь, да, вот 30 процентов. Это статистика, это нормально. Ну, я дошел до 90 килограмм, вот. И сейчас мой вес составляет примерно 110 килограмм. И это надо понимать. Я сейчас принял решение опускать его обратно, поставил перед собой цели, о которых я буду рассказывать и снимать после этого. Вот, и примерно два года назад я прошел вторую бариатрическую операцию, к сожалению. Еще раз, не из-за ожирения, ни в коем случае не из-за ожирения. Я прошел вторую операцию, сделал шунтирование. Все почему? Потому что после вот этой вот операции, после слива, после резекции, очень часто есть побочки. Одна из них, одна из самых популярных, это грыжа в верхней части желудка и рефлюкс. У меня был рефлюкс такой, что никакие лекарства у меня уже не брали. Ни Амопродекс, ни Нексиум, ничего. Я просто шел спать и просыпался от того, что у меня кислота во рту, и вся подушка была. Просто, ребята, это ужасно, это неприятно. Мне пришлось пройти операцию. Я после второй операции, после шунтирования, уже примерно где-то года два. И хочу заявить, что вторая операция, если вдруг человек обратно толстеет, она не способствует очень сильному снижению веса. Уже проверено. И не только я. Я знаю многих людей, кто сделали вторую операцию по тем или иным причинам. Вторая операция работает не так. Вторую операцию стоит делать, если есть какие-то побочки или проблемы после первой. Да, однозначно. Если поднялся вес, нет, вторая операция вам для веса не поможет. Если вы не смогли решить проблему с потерей веса, то, скорее всего, вам стоит обратиться к эндокринологу, проверить гормоны. И получить более профессиональное обслуживание медицинское, для того, чтобы понять, что у вас не так. Это личное мое мнение и моя история. Если у вас появились какие-то вопросы, вы можете вступить в нашу группу на WhatsApp. Ссылка в каждом видео, под каждым видео есть. Милости просим. Там не только я. Там многие бариатрики из разных стран мира, которые смогут помочь вам ответами на вопросы по своему опыту. А также витамины, шметамины. Все это можете спокойно спрашивать. На все вопросы я отвечу. Бариатрик со стажем все-таки. Я надеюсь, это видео было интересно. И я понимаю, что, может быть, это видео, на которое вы не получите все свои ответы. Но если вы будете оставлять вопросы под этим видео, я смогу ответить или в личном пространстве, или на YouTube, снять ролик по вашему вопросу. И надеюсь, каждый из вас сможет найти что-нибудь для себя на моем канале о бариатрии. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч и пока.